Друзья, вас приветствую на канале АСЛОЖНО ПРОСТО. Меня зовут Сергей. Сегодня у нас факт по программированию номер 53. Сегодня у нас четыре вопроса. Они на самом деле простые, но некоторые нюансы все-таки есть. Итак, давайте перейдем к первому вопросу. На сегодня это номер 243. Как лучше шарить контракты между проектами? Смотрите, друзья, тут на самом деле, видимо, речь идет о том, что у вас есть каких-то два микросервисов, например, зеленый и фиолетовый, и между ними лежит какой-то набор объектов. Обычно их называют контрактами. Это базовые классы, какие-то перечисления, какие-то интерфейсы, может быть, какие-то константы, еще кое-то, может быть, всякие разные штуки, которые должны появиться и в зеленом проекте, и в фиолетовом. Будем называть их, не буду их называть микросервисами специально, а просто какие-то проекты. В общем, и там, и там должны быть вот эти вот базовые классы, то есть так называемые контракты. Как это лучше сделать? Ну, то есть есть несколько вариантов. Первый вариант, когда вы просто в solution для зеленого проекта добавляете отдельно новый проект, существующий, так сказать, этих самых контрактов и такую же операцию проделать и в фиолетовом solution, где просто добавляете как дополнительную сборку, дополнительный проект из существующей сборки, существующего проекта. Ну и, соответственно, если вы делаете какие-то изменения в зеленом проекте, то они автоматически попадают вот в этот самый фиолетовый проект. Это один из способов. Он неплохой, нехороший, он другой. То есть, на самом деле, как лучше шарить, тут, наверное, шарить, как лучше доставлять один и тот же контент в разные проекты, в разные solution. И второй вариант, давайте сразу его назову, это когда вот этот вот такого цвета детской неожидности контракты, они собраны, например, в сборку нугет-пакетов. Почему это для меня лучше? Давайте я тогда объясню по поводу. Смотрите, во-первых, не всегда получается шарить, допустим, только между двумя проектами. Если говорить, опять же, про микросервисную архитектуру, то проектов в микросервисах может быть и больше, и одновременно, допустим, запускать все проекты или поддерживать каким-то образом взаимодействие между проектами достаточно сложно. Более того, не всегда нужно изменить текущее состояние. Ну, например, у вас есть пять микросервисов, два из них между друг другом отправляют какой-то контракт, ну, пусть будет там DTO какой-то объект, Data Transfer Object, какой-то ViewModel, наполненный данными, ну, или, наверное, ViewModel, неправильно, но неважно, какой-то объект, наполненный данными между двумя, и, соответственно, если вам нужно будет это сделать для остальных одновременно, то самый простой вариант, да, как раз вот шарить при помощи отдельного проекта, а не сборки. Но не всегда количество обновляемых нужно поддерживать, так сказать, в актуальности, да. То есть, если у вас в DTO объектах находятся те, которые могут общаться только два сервиса, остальные про них не знают, то им и знать про них не нужно, поэтому теоретически, с точки зрения, опять же, банальной эрудиции, насильственно обновлять все эти Nuget пакеты не нужно. А вот как раз только у тех проектов, которые непосредственно, ну, появился, вот, у них связь между собой, то есть, коммуникации какие-то, и вот этот вот объект нужно обновить, то есть, Nuget пакет, если это был бы Nuget пакет, просто обновился, у него появилась там какая-нибудь минорная версия обновилась, или патч какой-то поставлен, ну, то есть, версия изменилась, Nuget пакет была и старая, и новая версия, в новой версии была установлена на новые проекты, а в старых, как была старая, так и осталась, и ничего это не поломает, это как работало, так и будет работать, и будет работать, и тих, пока вам в каком-нибудь еще проекте не потребуется новая версия, где вы снова поставите Nuget пакет обновленный, ну, и так далее, и тому подобное. И, соответственно, даже если при другом раскладе вам все-таки захочется обновить во всех проектах вот этот Nuget пакет, на новую версию, опять же, ничего не сломается, то есть, тут, как бы, есть уже вариант варьировать, да, вариант варьировать, круто сказал. Вот, это что касается вот использования Nuget пакетов, то есть, когда в Nuget фиде, ну, так, в Nuget ленте сохраняется и предыдущая версия пакетов, это гораздо эффективнее, чем если у вас активный проект, который, к обратной версии которого вам придется, ну, если вдруг придется откатываться, то, ну, наверняка придумать какой-то гид, какой-то там коммит, откатывать его, ну, в общем, это сложно. То есть, мой выбор, это использование Nuget пакетов, потому что сохраняются версии сбора, которые, в общем-то, никуда не деваются, они не удаляются из фида, и можно непосредственно не всегда или всегда не обновлять обязательно все пакеты во всех сервисах, а если там сто, если там тысяча, ну, вот, нужно с этой стороны подумать. Вопрос номер 244. Вы используете суффикс async в названиях методов или нет? А, вот. Ну, посмотрите, на самом деле, эта рекомендация пошла от Microsoft, и я достаточно давно ее использую. На самом деле, у меня уже вырубнулась привычка, что если метод заканчивается на async, то, теоретически, я должен не забыть про то, что нужно сделать в начале его вызова await. Ну, это, опять же, такой, наверное, больше привычка, да, но теоретически нет обязательности какой-то называть, добавлять суффикс в асинхронные методы. Но все так или иначе связано с контентом, с контекстом, вернее, который, в общем-то, имеет значение, да, то есть одно дело, когда вы пишете какой-то класс, сборку, интерфейс, сервис или репозиторий, где вам нужно явно указать, что это... Ну, давайте, например, вот смотрите, у меня где-то микросервис-темплейт, есть такой сервис, называется iAccountService. И вот, смотрите, в каждом из методов, ну, почти в каждом, да, есть async. Это то, что обозначает, что как раз этот метод асинхронный, и для того, чтобы его вызвать, нужно использовать await. Как выявили, в любом случае, не забыть его, потом за-авейтить, если так можно выразиться. Вот. А в 25-й строчке есть GetCurrentUserID, где await нет, ну, в смысле, он не синхронный, он не асинхронный, он синхронный как раз, и поэтому там await не нужен. Вот в данном контексте, если я пишу какой-то класс, какой-то сервис, который внутри моего приложения работает, опять же, в первую очередь, напоминание мне, что я его должен сделать await, ну, в смысле, получить через await, то есть дождаться выполнения его результата, вот, то это я пишу всегда, вот этот вот async, как суффикс в конце каждого метода. Другое дело, если я этот самый register account request буду выполнять, ну, допустим, в API, обратите внимание, что и получение ролей, они у него 22-й строчки, они асинхронные, но, тем не менее, не roles async, а просто roles, так же, как и register, да, то есть регистрация пользователя, тоже она асинхронно называется, но название метода синхронно, то есть, ну, без суффикса, не register и sync, а просто register. Это в силу того, что, опять же, я как разработчик написал API, которым будет пользоваться другой разработчик, ему смысла нету говорить о том, что роли или register, а это асинхронный метод, он и так это знает, потому что request response это, ну, само по себе асинхронное выполнение методов API. Вот в данном контексте я не использую асинх, потому что в этом смысла нету. Но вот, если еще раз говорить про написание внутренних методов, я всегда использую, вернее, стараюсь использовать, вражу обречения, вот этот вот суффикс и sync. Почему? Потому что, во-первых, это дисциплинирует разработчика, видишь, и sync поставь и wait, ну, опять же, да, не везде, но всегда, но иногда это прямо говорит о том. То есть, если ты знаешь точно, что метод асинхронный, ты точно не пропустишь. В своей практике я встречал проекты, в которых намеренно не ставился async, и с этим были проблемы, в том числе и у новых, ну, новичков, так сказать, разработчиков, которые не понимали, что метод асинхронный, всегда ловили какой-то результат, вот что он здесь делает. В общем, это дело привычки, и все-таки, наверное, конвеншены, то есть договоренности, они имеют какое-то значение. Номер 245, на сегодня он, видимо, третий, ему того влияет на производительность, на сколько? Ну, друзья, это вот все равно, что радиус колеса влияет на дальность дороги. Вообще никак не влияет, то есть, как бы в кривых руках и калькулятор зависает, но если и влияет, то очень-очень, наверное, как-то косвенно, я, наверное, другого слова не подберу, понятное дело, что и мутово говорит о том, что объект создался один раз и больше никогда не изменится, ну или, да, ну да, других вариантов, собственно говоря, нет, даже не могу придумать. И все сводится к тому, что как умело вы пользуетесь этим инструментом? Это все равно, что как отвертка влияет на забивание гвоздей? Ну, можно забить наверняка, как-то можно, но... Нет, у меня нет ответа на этот вопрос, если честно, и я не знаю, как на него ответить. Нет, она не влияет, ну, хотя влияет. То есть, все хорошо в меру, нужно понимать, что за инструмент, как его использовать, для чего применяете, и, собственно, что вы от него ждете. Если вы делаете объект, который не должен измениться, ну, один вариант, это, естественно, может повлиять на производительность, но очень косвенно, и нужно понимать, что, собственно, игра происходит в памяти, для чего вы это делаете. Давайте так, и мутово влияет на производительность. На мой взгляд, да, влияет, а насколько это определить сложно, потому что это слишком косвенно какое-то влияние, и нужно понимать, что, вот, давай, да, опять, наверное, абстракция с колесом будет, наверное, более понятна. Радиус колеса влияет на крутящий момент, да, но на дальность дороги нет, то есть, производительность, как бы, иммутабилити, не знаю, напишите в комментариях, ну, может быть, я что-то не понимаю. Так, вопрос номер 246, как вы понимаете, паттерн КИС? Ну, паттерн, ну, наверное, методология, наверное, влияет. Ну, ладно, пусть будет паттерн, КИС это keep it simple, запятая stupid, ну, то есть, держи как-то, это максимально просто и даже тупо. Как я понимаю, смотрите, на самом деле, простота и такое относительное понятие, то есть, у вас может быть один, одна строчка кода, которая, там, какой-нибудь метод extension вы сделали, который, там, делает какое-нибудь, там, честь, буль во значении. Для, с точки зрения количества строчек кода, это очень просто, строчка одна и все. А вот, если говорить про то, как это реализовано, ну, смотрите, опять же, нужно понимать, что такое extension, нужно пойти в этот extension, разобрать, что там внутри происходит, какие методы, там, могут быть какие-то паттерны, не паттерны, или вообще какие-то кастомные реализации сделаны, ну, не знаю, ну, допустим, просто наружу выдаются бульевые значения, а там делается проверка, имеет ли доступ в пользователь, вот, как вариант, да. И вот эти, вот, проверку доступа пользователя можно написать плохим языком, я имею в виду, там, naming convention, не соблюсти, какие-нибудь паттерны, там, не высвободить память, там, не использовать string builder, но вот, как это сказать, что это simple? Это не simple, это сложнее, хотя одна строчка кода, она как бы одна, она, количество строчек не влияет на производительность, с одной стороны. Вот, поэтому для меня KISS, это, в первую очередь, паттерн, который дает возможность любому разработчику одинаково понимать код, который написан другим разработчикам. То есть, если один разработчик написал код какой-то хитрый, там, через какие-нибудь выпендрежи, а другой пришел на него полтора часа, он говорит, ты не понимаешь, как он работает, вот это не KISS, вот это вот непонятно. Другое дело, если, там, вы написали какой-то суперпростой код, for each, там, перечисления, 1 плюс, там, alt, там, татататат, и вы в конце на выходе, там, вы даете сумму, этот код имеет больше строчек, но при этом он проще, потому что понять легче. И уровень разработчиков, ну, на самом деле, опять же, нужно сказать, что, естественно, да, уровень разный, и это влияет на то, что вы работаете в команде или нет. То есть, если у вас в команде уровень разработчиков всех одинаковый, или вы проводите какие-то совместные конференции, там, митинги, обсуждаете типы, приводите примеры вот этого вот самых реализаций, каких-то кодов, каких-то подходов, каких-то алгоритмов, и все понимают, как это работает, да, это будет просто. Ну, как только придет новый разработчик, и так бывает, что он придет, и он не будет понимать, что это здесь наделал, ну, не было на этих конференциях, это будет полное непонимание того, что за код вы написали, потому что, вот, опять же, то, что знают все, пусть это будет чуть больше кода, может быть, даже чуть меньше производительность будет, ниже, я имею в виду. Вот это вот как бы кис. И когда человек, ну, то есть, вхождение в проект, вхождение в понимание предмет новости, оно всегда зависит от того, какой код вы видите. Если он вот такой, вот такой, понять его невозможно, ну, это как бы, это не кис. Вот так скажу. Вам, друзья, спасибо за внимание, вам всего доброго, и пишите правильно код. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!